Почему не нужно спешить разводиться с мужчиной или же уходить из непонятных отношений? Нам хочется поставить жирную точку и, возможно, в какой-то даже степени доказать своему, так сказать, обидчику, чтобы он жалел, да, что он все-таки неправ, чтобы он одумался. Я несчастлива, потому что он не делает меня счастливой. Если я это сделаю прямо сейчас, то мне станет там легче, то мне станет там лучше. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я дипломированный психолог, магистр психологии. И прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и обязательно смотрите это видео до конца. Большинство людей, а тем более женщин, потому что женщины в принципе в целом-то более эмоциональны, подтверждены каким-то эмоциональным резким поступкам, эмоциональным резким решением. И за весь свой профессиональный практический опыт я очень много видел женщин, которые на эмоциях принимали решения, о которых они потом жалели. Безусловно, когда мы чувствуем себя плохо, когда мы чувствуем себя в отношениях ненужными, когда мы в отношениях чувствуем несправедливость, предательство, депрессию, нам хочется поставить жирную точку. И возможно в какой-то даже степени доказать своему, так сказать, обидчику, чтобы он жалел, да, что он все-таки неправ, чтобы он отдумался. Когда приходят ученицы на длительные программы, я в самом начале говорю, что пожалуйста, не спешите разводиться. Во время тренинга не принимайте каких-то кардинальных решений. Разводиться, расходиться, возвращаться, может быть, если вы уже разошлись. Не нужно этого делать, потому что когда психика человека, или когда состояние человека находится в минусовом состоянии, что значит в минусовом? Это, ну, обиженность, претензии, тяжесть. Как бы есть плюсовое состояние, это когда мы позитивны, мы в балансе. Есть какое-то среднее состояние, плюс-минус нулевое, да, и есть негативное состояние. Вот в негативном состоянии не нужно принимать решение о разводе, или о расходе, или уходить из отношений. Потому что многим кажется в моменте, что если я это сделаю прямо сейчас, то мне станет там легче, то мне станет там лучше, то каким-то образом, уйдя из отношений, резко мое состояние превратится из минусов в плюс. Может быть, на некоторое время да, но очень часто обнаруживается то, что девушка или женщина начинает себя чувствовать еще хуже, чем в этих отношениях. Я сейчас не говорю про всех женщин, я сейчас не говорю про каждую. Безусловно, есть примеры, когда девушка вышла из отношений, ей стало лучше. Безусловно, есть примеры, когда мужчина поднимает руку, либо там какая-то угроза жизни. Конечно же, это другая ситуация. Я сейчас говорю про большинство отношений. И я не клоню к тому, что вы должны терпеть недостойных мужчин или недостойные отношения. Ваша задача, как женщины, в первую очередь задать себе вопрос, что мне нужно делать с собой, своим состоянием, со своим содержанием, со своей психикой, со своим психологическим состоянием, что мне нужно делать, чтобы перейти в состояние плюс. Какую работу над собой мне нужно проделать. Потому что очень часто там такая история. Я несчастлива, потому что он не делает меня счастливой. Я плохо себя чувствую, потому что он мне доставляет боль, да? То есть это пример созависимости, когда мое состояние зависит от другого человека. Он как-то не так посмотрел, о, мне грустно, он мне не сделал комплимент, мне тревожно и так далее. И поэтому практически невозможно заставить другого человека вести себя так, как мы хотим, и чтобы это влияло на наше состояние. Ключевое это наше состояние. Все начинается с меня, с буквы Я. Я это первая буква в алфавите. И если я эмоционально зрел, если эмоционально стабилен, может ли меня расстроить критика? Ну, конечно может. Но не может критика меня опустить на дно, да? Может ли меня расстроить, что партнер мне мой не делает комплименты? Расстроить, да, может. Но не привести мое состояние в страдальческое состояние или в страдальческую жизнь. Поэтому, возвращаясь, номер один задача, привести себя в баланс, в какой-то более-менее стабильный баланс. И уже когда вы окажетесь в этом сбалансированном положительном или положительном состоянии, уже только тогда нужно принимать решение, разводиться или нет. Но в чем подвох? Чтобы прийти в это, скажем так, положительное состояние, нужно проделать большую работу над собой. А человек, который находится в созависимых отношениях, он вообще не знает, как это, как это работать над собой. Как это вообще жить, когда мое состояние, в первую очередь, зависит от меня. Ну, созависимость, состояние жертвы, это, в принципе, привычка, да? Обвинять других, зависеть от других. И поэтому эти непонятные отношения нужно воспринимать как мотивацию, как пинок, как толчок для того, чтобы выйти на новый уровень. Для этого вы можете смотреть YouTube-канал, там мой Instagram-разборы. Может быть, кто-то из вас там придет на бесплатные вебинары. Часть из вас придут на платные программы. Но задавать себе вопросом, какие инструменты, какой ресурс я должен, должна черпать извне, чтобы выходить на новый уровень. Ресурс, который меня будет поднимать вверх. Ресурс, который меня будет поддерживать на положительном уровне. И уже тогда вы будете принимать решение. И, знаете, в большинстве случаев, ну, как происходит, мужчина же не следит за вами. В большинстве случаев вы не работаете на одной работе. В большинстве случаев, даже если вы не работаете, а мужчина работает. Редко, когда мужчина и женщина работают на одной работе. Или редко, когда мужчина и женщина работают из квартиры. И поэтому в большинстве случаев большую часть времени вы мужчину не видите. И вам не мешает, никто не мешает это время использовать для своего развития. Просыпайтесь на час раньше. Как-то находите возможности. Понятно, что вы можете сказать, это сложно, это нереально. Ну, знаете, желание это тысяча возможностей. А нежелание это тысяча причин. Но я повторю, что если вы в негативном состоянии принимаете резкие решения, очень редко, когда об этом потом вы не жалеете. Очень редко, когда потом реально это безвозвратные, да, то есть это действительно точка, а не запятая, а потом вы снова сходитесь, тогда зачем нужно было уходить. Поэтому задача стать самому ресурсным для себя человеком. Если вы зависимы эмоционально, либо если вы зависимы материально, окей, задайте себе вопрос, что мне нужно начать делать прямо сейчас, чтобы в разрезе не завтра, не за одну ночь, а в разрезе 3-6 месяцев, год выйти на уровень, когда вы сами себя обеспечиваете, например, и независимы материально от мужчины. Я редко видел, когда женщина зависима просто материально. Обычно либо это просто эмоциональная зависимость, либо связь эмоциональная и материальная. Очень редко, когда лишь материальная, потому что когда женщина материально зависима, она все равно к мужчине привыкает и становится еще и эмоционально зависимой. Поэтому, если мы говорим про материальную часть, окей, изучайте профессию, изучайте интернет какую-то профессию, и сейчас это не нужно учиться 5 или 10 лет где-то, сейчас это быстро, вполне легальные, востребованные профессии. Если это эмоциональная зависимость, опять же, инвестируйте в какое-то обучение, в специалистов, в тренинги для того, чтобы стать, чтобы, знаете, состояние было какое-то, что мне не нужен был кто-то обязательно рядом, чтобы я чувствовал себя нормальным, или женщина, да? Ей нужен хоть кто-то рядом, чтобы чувствовать себя нормально, а если этого рядом убираешь кого-то, все, ей тревожно, неуверенно, и часто она и в отношениях несчастлива, а самой ей еще хуже. Поэтому примерно план такой, в этом может помочь мой бесплатный курс, мои бесплатные мотивирующие вебинары, которые называются «Мужчины. Честная инструкция по применению». Несмотря на то, что это про мужчину, как бы, да, на самом деле там много и про вас, и про ваш женский личностный рост, про вашу женскую самооценку, про вашу женскую самодостаточность, про вашу женскую зрелость, безусловно, про коммуникацию, про поведение с мужчинами тоже. И то, что вы услышите на этом бесплатном курсе, поверьте, вы этого не услышите, не прочитайте ни в каких других книгах, ни в каких других даже платных тренингах, потому что там реально суперэксклюзивная, очень ценная информация, структурированная, концентрированная, которую я собираю, обрабатываю, получаю, начиная с 2014 года. Прямо сейчас под этим видео кликайте по ссылке и записывайтесь на бесплатные вебинары. Если это видео было полезно, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, пишите комментарии и до встречи в следующих видео. Пока!